Особенностях анимации, как это происходит, особенностях дистрибьюции анимации, производства анимации, ко-продукции анимации в наших странах дружественных. Это Россия, Индия и Иран. Меня зовут Игорь Шибанов, я генеральный директор канала Супергерои. Меня знают, я занимался экспортом российского контента в компании «Экспо-контент». Мы делали совместный стенд российской кино-анимации какое-то время назад. Сейчас я занимаюсь детским контентом. У меня прекрасный ко-модератор – это Ирина Маскусова, директор Ассоциации анимации кино России. Мы сейчас представим наших участников и потихонечку начнем нашу дискуссию. Я предлагаю у нас написанные вопросы в каком-то порядке, но мы будем произвольно. Времени у нас остается буквально час. Все устали, все хотят продуктивно эту историю. Поэтому мы что успеем обсудить, что успеем покажем, остальное уже оставим, наверное, на завтра, на другие дни. Итак, давайте представим наших участников. Давайте я представлю участников. Вот с этой стороны. Вадим Савсков, генеральный директор компании «Кинадис». Светлана Барабанщикова, директор по дистрибуции компании «СТВ Мельница». Сейчас я придумала. Директор по развитию бизнеса. Владимир Николаев, генеральный продюсер анимационной студии «Воронеж». Катерина Пшеницына, директор по развитию бизнеса «Союзмульфильм». И Анна Волкова, руководитель направления «Мена» в группе компании «Рики». И у нас будут два выступления от павильонов, от участников иранского и индийского павильонов. Мы начнем работать с нашего, да? Мы начнем с российских. Мы вообще начнем с Ирины Масковской. И она сделает презентацию «Ассоциация анимации кино России». Расскажет, какие успехи у нас за последнее время в нашей нелегкой отрасли, в нашем нелегком труде. Ирина, прошу. Расскажет, чтобы было проще читать презентацию на английском, говорить я буду на русском. Я надеюсь, все поймут. Окей, следующий слайд. Собственно, «Ассоциация анимационного кино» — это организация, которая объединяет все индустриальные студии страны. Она существует 11 лет и объединяет 67 компаний. Собственно, когда мы говорим об анимационной индустрии в России, мы подразумеваем Ассоциацию анимационного кино, потому что она делает все для развития индустрии. Работает прежде всего с государством по развитию и поддержке производства, а также лопирование интересом во всех других органах, во всех органах федеральной власти для того, чтобы наша индустрия чувствовала себя уверенно и устойчиво. И по факту наша индустрия самая быстро развивающаяся индустрия, креативная индустрия в стране. Вот вам красивая такая картинка. Мы собрали все бренды, которые, ну не все, некоторые красивые изображения наших персонажей, которые олицетворяют наши бренды, которые успешно лицензируются и дистрибутируются по миру. И вот студии тоже, как-то часть, больше, ну вот пять представителей самых крупных студий здесь у нас есть. И, собственно, вот их логотипы. У нас, ну, наверное, треть компанией в Ассоциации занимается уже дистрибуцией, хотя она объединяет и молодые начинающие компании, которые вот только-только вступают, прям вот совсем свежие. И сейчас очень большой у нас прирост региональных компаний. Вот, но вот наш, наш авангард сегодня с вами. Дальше. Некоторые цифры по, по рынку, которые тоже я не буду озвучивать. Если кому-то интересно, посмотрите на них, пожалуйста. В общем, мы показываем очень значительный рост. Объем производства вырос в три раза за последние пять лет. И количество сотрудников в офисах по продакшену, и количество полнометражных фильмов у нас очень сильно увеличилось. В этом году мы выпустили 13 полнометражных фильмов. И это прямо значительный успех в нашей индустрии, потому что обычно мы выпускаем 8-9 фильмов в год. Вот, также растет количество анимационных сериалов. Это наше главное индустриальное направление. И также весь мир лицензий, которые сопровождают их развитие. Нас очень хорошо поддерживает государство. В этом году мы получили наш профессиональный праздник, поддержанный государством. Указом президента у нас теперь официально 8 апреля день российской анимации, который мы, собственно, нашей индустриальной тусовкой, не знаю, как это перевести, решили отмечать. И вот за 10 лет мы, в общем, смогли убедить государство, что этот праздник достоин того, чтобы получить государственный статус. Министерство культуры, фонд кино, Роскино, Москва в виде нескольких департаментов агентства креативных индустрий Московского экспорт-центра, Министерство экономического развития и российский экспортный центр, Министерство промышленности и торговли и Министерство цифрового развития. Собственно, наша индустрия размазана между всеми федеральными органами и муниципальными органами исполнительной власти. Два важнейших направления поддержки – это поддержка экспорта, вот здесь как раз, чтобы не повторяться, все они изображены, и поддержка производства. И это, собственно, два главных столпа развития нашей индустрии. Как только проект начинает производиться, выходить на индустриальный уровень, его нужно экспортировать. Собственно, это одна из тем, которая, главная тема, которую мы сегодня обсудим. Вот тут я буквально тоже ничего не буду комментировать. У нас есть два слайда, которые посвящены дистрибуции, и один слайд посвящен копродукции. С дистрибуцией у нас чуть получше, чем с копродукцией. И крупнейшие студии, которые сегодня здесь представлены, они сами расскажут о своих успехах. Вот, просто здесь я изобразила их способы и формы продвижения в Индию и в Иран. Это у нас дистрибуция. И следующий слайд у нас про копродукцию. Копродукцию, пример копродукции мы смогли найти только у одной компании, которая расскажет Вадим Сосков, наверное, мы с него и начнем. Вот, потому что это новая тема, она очень важная. Сейчас, кстати, у нас развивается это направление. Мне кажется, что ваше сотрудничество с нашими странами должно быть таким приоритетным в этом направлении. Вот буквально недавно было подписано соглашение о копродукции с Китаем в области создания телевизионных программ, куда, естественно, попадают анимационные сериалы. То есть это очень важно. Мы надеемся, что следующими шагами будут подписаны какие-то соглашения с Ираном и с Индией. А может быть, они уже каким-то образом работают. Давайте дальше. Ну, собственно, это последний слайд. Приглашаем вас на наш телеграм-канал. И вот такая картинка об анимационной вселенной. Я очень коротко рассказала, ввела вас просто в курс дела. Сейчас мы начнем работать со студиями, правильно? Ирина, перед тем, как начнем работать со студиями, хотел к вам задать вопрос. Ну вот что-то изменилось, что именно, вернее, изменилось за последние годы с нашим российским контентом, с импортом, с экспортом? Ну, в общем, какие есть изменения на рынке? Остались и площадки. Понятно, что многие страны закрылись. Вот вы представляете нашу индустрию в правительственных разных учреждениях, общаетесь с Роскино. Скажите, какая у нас сейчас есть возможность, что-то поменялось и какие есть у нас движения, перспективы на ближайшее время? Ну, больше стало упора на сотрудничество с дружественными странами. Это такая ситуация, которая есть и на которую мы никак не можем повлиять. Но я могу сказать, что мы продолжаем работать и с недружественными странами, с которыми просто немного меняется модель темнотношений. Иногда просто чисто проблема технического характера, когда мы не можем провести транзакции. А так, в принципе, мы очень рады тому, что проходит эта панель с упором на Иран и Индию, потому что мы ищем новые формы сотрудничества с теми странами, с которыми раньше у нас не было таких, может быть, глубоких отношений. Хотя Иран вот к нам ездит уже последние несколько лет. Ну, вот сейчас, надеюсь, мы выйдем на какие-то уже прям конкретные формы сотрудничества. Спасибо. Ну, давайте поговорим действительно более предметно чуть позже, вернее, про Иран и про Индию. Давайте перейдем к представлению студии. Начнем у нас с российской компании. Вадим, I would like to invite you to speak about your company and about your case. Да, давайте по-русски, да, по-английски. Давайте, да, приглашаем компанию Кинадис представить свои проекты, короткую презентацию ваших проектов. Да, да, это скорее не презентация, а просто как мы работали с Индией. Ну, безусловно, мы продавали в Индию наш контент в том числе, но так получилось, что производили мы с одной компанией, или даже с двумя компаниями, а продавали мы совершенно в другую компанию через мирового дистрибьютора. И начинали мы работать с Индией уже больше десяти лет назад. Вот сейчас мы говорим о больших успехах в российской анимации, а вот десять лет назад, чуть больше, двенадцать лет назад, была практически пустыня. Индустрия только начинала развиваться, и был огромный кадровый голод. И, к сожалению, тогда, или к счастью, мне пришлось обратиться к зарубеж, к другим студиям. Я проездил, был в Индии, был в Китае, смотрел студии, которые могут производить качественный контент. Ну, и в результате я остановился на двух студиях, Cornershop Animation и BFX SGI. Раньше они назывались Blowfish. Одна студия находилась в Мумбаи, вторая студия находится в Калькутте. Ну, да, вот часть работы мы всегда хорошо скидывали, отдавали в Индию, потому что всегда это очень плодотворно, потому что вместо того, чтобы у себя держать на студии огромный штат, все равно есть некие пики производства, когда нужно очень много людей, а потом идет такой отток. Вот во времена пиков мы все время отдаем часть работы в другие страны, в том числе в Индию. Вадим, а почему именно в Индию? Потому что, ну, обычные компании наши работали с Китаем. Как продукция с Китаем? Ну, с Китаем мы пробовали, но так получилось. Просто с Китаем я не договорился, вот все, очень просто. Просто не договорился, не знаю почему. Был в Китае, но не договорился, поэтому в Индии. Ну, и нам, да, и вот еще очень важно то, что в Индии мы приезжали, несколько человек обычно налаживали процессы и уезжали, и все, и мы больше там не появлялись. И в Индии, в общем, очень много людей, которые, специалисты, которые говорят по-английски. Это очень важно. В Китае, если работать с Китаем, обязательно нужно было посылать туда человека, который постоянно сидит на производстве. Уважаемые продюсеры из Китая, вы слышите высокую оценку вашей... Индии. Ой, из Индии, да, конечно, из Индии. Смотрю, я глядя на индийском коллекте. Ну, да, и всегда ты отдаешь достаточно большой объем анимации. В основном мы работаем с анимацией, в основном мы отдаем анимацию. Иногда вот рендер, визуализацию реже. Тоже бывает, но в основном анимацию. То есть мы отдаем анимацию, и буквально там 5-10 минут, и буквально через 2 недели мы получаем результат. То есть чтобы такой результат получать в Москве, на студии, это должно быть очень много народа, и, в общем, не знаю, не всегда это оправдано. Вот такие у нас результаты. Мы сделали очень много сериалов с Индии, очень много полных метров сделали, практически во всех полных метров принимали участие в той или иной степени индусской компании. Ну, надеюсь, да, надеюсь, мы дальше будем плодотворно работать. Но мне хотелось бы, да, хотя тут говорится ко-продакшн, на самом деле это скорее аутсорс, не ко-продакшн. Вот, хотелось бы, чтобы мы с компаниями из Индии действительно как-то собирали вместе бюджет, и тогда будет более плодотворное сотрудничество. Да, спасибо, Вадим. Смотри, короткий вопрос. Ты сказал, что это быстрее, как бы, и дешевле, чем делать в России. А по качеству? Что такое с качеством? Ну, опять же, многие пытались работать, не буду называть студии по именам, многие пытались работать с Индией, другие студии, но тут режиссеры должны уметь работать удаленно и очень много писать. К сожалению, у нас многие режиссеры привыкли пальцем в монитор и говорить, что нужно. Вот тут нужно уметь, первое, формализовать задачу, и второе, мы всегда делаем так называемые лейауты, то есть мы готовим работу, то есть мы никогда не даем работу прям делать с нуля, то есть мы всегда даем некие заготовки, которые позволяют аниматорам в Индии по ним работать очень эффективно. Но очень важно. Правильно формулировать техническое задание? Да, правильно формулировать техническое задание, уметь работать с поправками, уметь много писать. У нас многие режиссеры просто не умеют и не хотят это делать. Да, были многие режиссеры, которые отказывались много писать, и, к сожалению, мы с ними не работаем. Но с другой стороны, сейчас такая ситуация, когда все ушли на удаленку во время пандемии, как раз такая ситуация, когда все вынуждены сейчас абсолютно учиться работать удаленно. Даже когда это не только с другими странами, но даже внутри одной студии, сейчас нужно уже работать удаленно, и поэтому сейчас ситуация меняется. Удаленно работать проще. Спасибо большое, Вадим. Интересный опыт. А я хотел бы передать слово Светлане Барабанщиковой. Она расскажет про компанию СТВ, какой есть у вас опыт, да, и какие, может быть, сейчас проекты, которые вы предлагаете на международный рынок, и, может быть, вот как раз работаете с коллегами из стран-участников нашей сегодняшней беседы. Светлана Барабанщикова. Спасибо, Игорь. Дорогие, дорогие, господи. Я очень рада вас приветствовать здесь, в Москве. Меня зовут Светлана Барабанщикова. Я представляю Медница Animation Studio и СТВ Film Company. Медница – один из самых старых студий, который, более 20 лет назад, построен в Санкт-Петербурге. Но мы также имеем студию в Москве, но я расскажу вам пару слов о том, что это будет летнее. Итак, это для наших представителей. Я думаю, что... Будет презентация, на ней все будет видно и понятно. Потом я думаю, что те, кто говорит по-русски, уже очень хорошо знают нашу продукцию. Извините, что мои коллеги, которые не говорят английский, но я думаю, что в стране, они знают Медница perfectly well. Мы сейчас не студия, мы очень хорошо знали студия. И все знают, например, Мунзи и его друзья. Это наш очень известный прескорный франшиз. Мы имеем в этом франшизе более чем 500 эпизодах рассказывают об обучениях о флоте, красивых мунзи, которые приехали на Землю для того, чтобы быть новым франшизмом. И чтобы быть аквентом с новыми notions и новые социальные базы. Это эдутейнмент. Как я говорила, мы имеем более 500 эпизодов в этом show, 6 минуты в каждом эпизоде, но мы также производим Мунзи в 3D, и 52 эпизоды в 3D формат будут готовы в конце этого года. Мунзи уже есть интернациональный скульп. Это было сдано в разных странах. Сейчас они представляют на всех крупных платформах в Китае. И это broadcast в Минных странах на спacetune ТВ-чанал. Another show I'd like to introduce is The Barkers. It's the show about the cute dog family. The show teaches children to find their unique tone of voice and to build successful communication for children of different age and interest. So for this show we have more than 200 episodes and we are also producing movies sorry so we are also producing movies based on the same characters the movie the first movie The Barkers Mind the Cats released 3 years ago it was successfully sold to USA Australia Norway Russia MENA Turkey Spain and now we are also launching another movie that we are starting to sell it's already sold to minor countries and we are in negotiations in India and we are also in negotiations in Argentina and some European countries so the most successful franchise actually is not TV series but movies Three Heroes it's very well known in Russia but it's not known outside of Russia so we have 11 movies the first one was released almost 15 years ago and since then almost every year the movies are hitting the box office so we also have Skasko Animation Studios and it is in Moscow and mostly producing 3D animation film that were released last year Sonata Cracker and Magic Flute and Bugha or My Sweet Monster in English translation My Sweet Monster was successfully sold to 97 countries and let me just show a small show reel about the animation of our students so for you to evaluate the quality as we are open to collaboration and cooperation what? Что? Ты смеешь меня? Всем привет! Меня зовут Мария, и... Ансель. Пареттл? Наткаркер? Вы принцесс Маргар? Она была шестой! Она была шестой? Мне? У нас есть манерс. Я была принцесса, и я не могу. Мама будет мать! Это! Это! Она была башена! Она была бедена! Она была бедена! Пойди к ней! Ты как меня мужа? Мы дошли! Убив! Я просто так делаю! Эта, что я назначил! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за представление Добрый день, уважаемые коллеги Я не буду долго говорить про то, что мы делали Здесь коротенькая презентация Можно на следующий слайд сразу прощеркнуть Примерно где была выпущена снежная крылья Где волки и овцы И я хочу сказать, если мы сегодня обсуждаем возможность Расширения экопродукции между нашими странами Между Россией, между Ираном, между Индией То мы в первую очередь должны посмотреть О том, что смыслы в фильмах у нас очень схожи То есть тот смысл, который мы заложили в фильм Ганзель Гретель, агентство магии Который назывался Secret Major Control Agency И вышел на Netflix и на всем мире Он был очень всем нашим странам близким Там были семейные ценности И он получил отклик Совершенно замечательный во всем мире Нам писали из Австралии Во Франции он держался две недели на первом месте Он в топ-10 держался, на следующий слайд можно нажать А, здесь нет В Индии он держался в топ-10 неделю В Эмиратах это было две недели И вот нам нужно думать про то, чтобы смыслы были правильные Но мы не должны ни одна из сторон передавливать Что я имею ввиду? У нас был опыт в 2016 или 2017 году Когда инвестиционный фонд из одной недружественной страны Предложил нашей студии И одной большой студии из Индии Сделать совместный продукт Они сказали, что у них есть бюджет Большой бюджет, действительно, Мэджинский бюджет И говорят, вы между собой студиями Договоритесь, какую историю вы будете снимать Мы решили, что мы возьмем одну из мифологических историй из Индии Которая известна во всем мире Но адаптируем ее для того, чтобы ее посмотрел зритель По всему миру, независимо от того Будь это Россия, Бразилия, Австралия или Соединенные Штаты Америки То есть у нас был бюджет на столе Мы потратили 8 месяцев, обсуждая сценарий И в итоге мы разошлись на том, что индийская страна давила Что обязательно должны быть сильные мифологические смыслы Обязательно должны быть песни, пляски А мы же говорили, что если этот проект реализовать То его никто не будет смотреть за пределами Индии И, соответственно, мы этот проект не смогли сделать Деньги остались неиспользованы Проект остался не вышедший Самбари такое, что нам для того, чтобы делать продукт Все предпосылки есть Но нам нужно делать больше шагов навстречу друг другу Это первое, про смысл Второе, это программное обеспечение Я был на больших студиях в Китае С огромным коллективом, полторы тысячи человек И там из, условно, тысячи человек Три человека говорили на английском То есть коммуникации были очень затрудненные И программное обеспечение Оно и у нас было такое, скажем, на коленке И в Иране оно такое же Где находятся люди под санкциями Где проблемы с интернетами И в Индии примерно то же самое Где экономически невозможно купить все лицензии Которые необходимы для производства Сейчас мы в России вынуждены Проблемы программного обеспечения Для производства высококачественных мультфильмов Решать собственными силами Силами анимационной индустрии Силами ассоциаций анимационного кино И мы делаем свое программное обеспечение Если нам удастся это программное обеспечение На каких-то условиях, бесплатных Или каких-то еще Предоставить партнерам в Иране Предоставить партнерам в Индии И мы сможем говорить на одном технологическом языке То это конечно будет качественный прыжок И мы сможем делать именно высококачественные фильмы Вместе мы преодолеем большой-большой Такой технологическую проблему Наверное это два вопроса, которые я хотел посвятить И кажется мне это самые большие проблемы Которые стоят у нас на пути к продакшену Ну а так, да, буду рад ответить на все вопросы Спасибо Спасибо Скажите, а есть ли все-таки Ну какие-то положительные кейсы Сотрудничества вот с названными странами С Индией, с Ираном Что получилось, скажем? Что не получилось, а что получилось? Нет, пока ничего не было Никаких положительных кейсов И мне кажется просто Ну мы сейчас в той реальности, когда Ну продажи были, да Но я же, мы говорим про купродукцию Пока продукции не было Но я думаю, что сейчас в тех условиях, которые мы есть Мы просто обязаны сделать Какой-то мощный купродукшен Какой-то продукт, который будет смотреть во всем мире И там будет понятное дело сделано Скажите еще, Владимир А как прошла Снежная королева Ну там в разных частях Как она прошла в Индии и Иране Есть какие-то, ну, хотя бы там приблизительные цифры Или с чем-то сравнить Лучше, чем, не знаю, там в Китае Хуже, чем, ну вот Как-то хотя бы Ну стабильно хорошо То есть там не было каких-то взлетов И здесь мне кажется то, что это все-таки Европейская сказка лежит в основе этого произведения Ожидать каких-то там супер успехов Было странно и нет Там был хороший, в зависимости от частей Были, ну, что-то лучше, что-то хуже Но супер успехов там не было Но был хороший среднекассовый сбор, да? Да, конечно Хорошее, качественное кино с правильным посылом Оно везде собирает И тот же самый Ганзель, который там показывался Он на этом дает об этом очень наглядную картину Спасибо Спасибо большое Давайте мы переходим к следующему спикеру Это Катерина Пшеницына, директор по развитию бизнеса киностудии «Союзмодфильм» Она тоже будет говорить по-английски Поэтому, ну, вот, если кто-то не понимает Потом не подадите, она пояснит Спасибо большое Спасибо, ну, я думаю, что я поддерживаю Светлана И адресу our guests here Мы сделали long way Так что, привет И я хотел бы начать с конкретной премиадой О чем СМФ вообще идет Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 extremely challenging and to just go ahead with it you need to be extremely sure because everyone's bringing out the chunk of the budget and everyone's bringing out the chunk of the work and you have to be like extremely sure that everything is working out to risk your own you know money so and yeah I wouldn't say anything you know negative about this we actually still it was the studio that we were like started this conversation was tools entertainment I should say that we're still in touch we actually now discuss in some projects that they have and we also working with distribution in terms of distribution with them so we are kind of we are continuing the operation so there was no like negativity on the other side I think they are I mean they've ready master this field of co-productions internationally so they are good partner for the future okay в двух словах ну всякое бывает не получилось но они продолжают работать и с этой студией с которой не получилось и ищут возможности для коллаборации с другими партнерами спасибо ну и давайте перейдем еще к нашему одному уступающему вернее к Анне Волковой руководитель направления мена в группе компании Рики давайте послушаем и посмотрим что же приготовили эти замечательные смешарики thank you so much for this kind introduction thank you all for coming let's start with our show so you can get a grasp of what trick is please а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 и также на нашем раме проекта, из Митума, Бот, платформа. Мы очень активны, и, как уже уже говорили, мы имеем в виду много IPs, которые в развитии. И мы, в этом году, мы будем 20 лет, Мы праздновали университет этого года, и с нашими экспертизами и опытами в менеджении, продвижении и продвижении, мы готовы поговорить о различных партнерах с юзиа-партнерами. Поэтому, пожалуйста, приглашайте мне, если что-то приобретет вашу внимание. Спасибо. Спасибо большое. Скажите, тоже такой вопрос, какой из ваших проектов, может быть, лучше, хуже в наших дружественных странах продвигается, продается? Что вы можете сказать? Да, я могу сказать, что самый успешный проект в МИНА – это «Фиксис». Потому что этот проект, как я уже говорил, «Фиксис» – это «Маскот» в Дубай, в Эр-Экспо, который был первым годом. И, еще раз. Единственная идея – это сенсорная информация, как у нас – это, по теме, праздновали большие партнеры. И, со мной, и во время снижения, много сих пор заработал обоим, снижением к разработчику, и, по-моему, планируем." Я не покажу детали, но потребность большая для этого проекта. Здравствуйте! Это Сей Тафани из Ирона. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проект, который был показан в прошлом видео, это проект Иранской компании Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первые картинки анимационные были произведены именно там 5200 лет назад до нашей эры данные картинки были произведены и они считаются первой анимацией, произведенной в мире Анимация, которая существует на сегодняшний день в Иране, она имеет прошлое, начинающуюся именно с точки в 5200 лет назад до нашей эры В нашей стране существует 150 компаний по производству анимационного контента В университетах также существует может специальности по производству анимационного контента, а также существуют премии для награждения анимационного контента для награждения проектов по его производству В Иране также существует очень много специалистов, которые разбираются в производстве анимационного контента, которые пытаются наладить сотрудничество с российскими производительными анимациями В Иране существует множество специальностей, связанных с производством анимационного контента, а также множество специалистов, которые выпускаются, которые обучаются данным специальностям И на иранском рынке данных специалистов более чем достаточно На данный момент, на данной выставке World Content Market в Иранском павильоне представлено несколько компаний по производству анимационного контента Несколько тем, которые мы бы хотели затронуть здесь, на данной выставке во время ее участия Первое и самое важное это совместное сотрудничество, совместные проекты в сотрудничестве с Индией и с Российской Федерацией На протяжении 25 лет в Иране на профессиональном уровне производится анимационный контент В связи с санкциями, которые... Иран находится под санкциями 40 лет, Россия находится под санкциями относительно недавно, поэтому мы примерно в одном положении Мы очень надеемся и надеялись несколько лет назад, что с каждым годом наши взаимоотношения, наше сотрудничество будет все ближе Но мы знаем, что их работают во время agencias. То есть все право это нужно делать во время обморожения По слову, в Иране на данном уровне производится во время широкого объекта Но это не значит, что производительный контент будет распространяться по всему миру Международное сотрудничество не предусматривает, что произведенный контент будет распространяться на все страны. Мы надеемся, что во время нашего сотрудничества мы наладим планы в плане препродакшна, самого продакшна и постпродакшна. Будем надеяться, что у нас будут общие точки соприкосновения во всех сферах производства анимационного контента. Иранские компании настроены на совместные капиталы вложения для совместных проектов, для совместных мультипрофессионных, сказочных историй, для совместного сатурдачества. Иран очень заинтересован в развитии международных отношений в данной индустрии. Поэтому каждая страна и определенные капиталовложения, которые она собирается сделать в совместный проект, последует такое же, да, поровну будет производиться капиталовложение совместное в совместные проекты. Как со стороны Ирана, так и со стороны других стран. На данный момент существует много проблем, которые, по мнению многих, нерешаемы. Трудности, которые преграждают хорошее, налаженное сотрудничество между Ираном и другими странами. Ирана, так и со стороны других стран. Мы надеемся, что сотрудничество друг с другом мы расширим наши связи и возможности. Мы надеемся преодолеть все трудности, принять все вызовы и приступить к совместному сотрудничеству. На этом все. Ирана с очень древней культурой, в том числе и в анимации. И там были такие проекты, ну, в общем, очень-очень хорошего качества. То есть мы очень надухоговоренно уехали из этой страны. Но вот прошло какое-то время, вот мы видим коллег здесь у нас в России. И вопрос такой, что для вас сейчас, ну, современная Россия, современная анимация российская, что вы у нас ищете? Это все-таки больше деньги? Это зритель, то есть это условия для проникновения вашей культуры, объединения наших культур? Или это, ну, какие-то новые возможности, креатив расистик, который в соединении с вашими там креетерами может дать какие-то совершенно непредсказуемые результаты? Спасибо за переговоры, за что вы объяснили мне. Очень рад, что вы смогли попутешествовать в Иран. Что вы уберете? И конечно же в серии туризма также у нас есть огромные продвижения, особенно что касается иранских туристов в России. Мы надеемся это будет влиять на дальнейших людей, которые можно побольше переехать в Россию и дают нам на эту анимацию тоже самое, можно сказать. Мы знаем, что в России и в России и в Иране, но у нас есть то, что можно объединить нас. Есть культура, которая влияет, можно поделить, если нехорошая, и другие, которые хорошие, можно совместно на это работать. Есть культура, которые можно использовать с работой и дурочкой. Например, мы создаем литературу, которые не знают. Шахмаме, которые очень много сказки, которые очень похожи на сказки, которые в культуре России есть. Один из наших больших компаний, которые присутствуют сейчас, это проект, который совместно можно работать, они очень хотели бы на эту тему работать, это Шахмаме. Другой проект, который тоже можно обсудить, это проект, который... Это герои, которые есть, которые есть. Которые герои из разных стран, из Чин, Руссии... Мы, например, в России, Китая и Иран, которые у них есть герои своей культуры. Культура. Которые герои из разных стран, в частности, в челленджах между этими героями и героями. Но есть еще на этой сказке, которую можно трехсторонней сделать. Есть какие вещи, которые, например, одну из вещей, которые для других очень свежей, очень не знают, можно влиять на другую. Если показать все идеи и культуру разных стран, можно посмотреть и больше, и дружить с другими странами. Я надеюсь, я вас ответил более-менее. Спасибо большое. Да, мы желаем нашим иранским коллегам найти здесь хороших партнеров в России для осуществления всех проектов замечательных, про которые говорил уважаемый коллега. Мы желаем другим 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 другим. Конечно, не забывайте. Мы желаем, что они, скажем, что... Канцеры, я хочу вам предложить. Могу ли, что? Да, я думаю, что, в частности, из моих других проектов, которые мне связаны с тем, что я занимаюсь с тем, что мы делаем, и мы видим, что сейчас их файл будет вредной. Но просто пожарства файлы, которые показали недавно у вас, это по-ирански, по ошибкам я поставил, и мы хотели всякие компании, которые присутствовали у нас, переехали. Буду показать на следующий раз, это я буду все вам рассказать про это. Это конференция, которая у нас будет, где будем представить наши компании, это все коротко о нашей компании расскажем вам. Спасибо, Мадир. А я так поняла, что вы собираетесь посетить российские анимационные студии, поделитесь вашими планами. Уже со многими договорились, видите, все не зря. Да, господин Тархани говорит, да, обязательно мы так и сделаем, и сегодня мы встречаем некоторые из компаний, которые присутствуют. Мы всегда будем рады, которые будем совместно с вашей компанией будем работать, с российскими компаниями. Это не важно, может это наши проекты, которые будем начать, или ваши проекты из России. Самое главное, будем начинать это работать. Как я вам до этого рассказал, можно сделать сторонние договора и проекты, которые, как Китая, например, или Индия, или Иран, и будем совместно будем работать. Мы очень хорошо. Это вам будем подчеркнуть, что наше государство 100% будет поддерживать любые проекты, которые можно совместно работать. Это не имеет значения, какая страна Индия, Китай или Россия. Мы очень будем рады, что вместе будем работать. Хорошо. Спасибо вам большое. Тогда продолжим наше общение уже плавно. И хотели бы пригласить сюда представителей Индии. Здравствуйте. Меня зовут Алкур Фоксин. Я представляю ассоциацию медиа-контантовых идей. Мы единственная ассоциация, которая представляет медиа-контант на государственном уровне в Индии и представляем здесь целый павильон. Прежде чем мы начнем, я бы хотела пригласить вас всех завтра на презентацию всех наших компаний в павильон, где каждая компания будет представлять себя и свой контент. Мы представляем разные контент. И в том числе есть компании, которые представляют условия визуальных эффектов. В нашем каталоге есть такие вещи, как Хроники Нарвник, Ари Поттер, Фильмажин, Бонди и так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здравствуйте! Здравствуйте! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 Диана ДimaTorzok 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 Добавилов ДimaTorzok 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 Пожалуйста, обращайтесь. Мы очень рады, что такой круглый стол состоялся. Да, пускай это небольшой первый шаг для того, чтобы у нас действительно пошли коллаборационные проекты. Да-да-да, было много народу, и видно, что интерес к этой теме есть. Правда, Игорь? Да-да-да. И вот, и я думаю, что мы можем продолжать дальше в таком формате работать. В следующий раз, возможно, будет меньше российских компаний, и какие-нибудь компании из Индии, из Рана, отдельно, более подробно представить свои проекты. Ну и, собственно, через полгода мы сможем подвести итоги того, что удалось ли продвинуться в вопросах сотрудничества в течение этого времени. Да, мы пожелаем нашим индийским и иранским коллегам исключительно позитивных коллабораций, нахождения и решения тех вопросов, на которые они сюда приехали. Ну, кто-то ответил более подробно, кто-то немножечко отошел от ответа. Но, на самом деле, конечно, мир меняется, меняется в нашей индустрии. Какие-то возможности у нас пропали, кто-то ушел из России. Ну, мы видим, мы огромный интерес со стороны индийских коллег, наших коллег из Ирана, из стран Мена. Будем надеяться, что это даст нам возможность для какого-то действительно интересного совместного творчества. Спасибо большое за сотрудничество. До новых встреч. Спасибо всем, кто посидел. Это прям героички. Спасибо.